Судовладелец бросил моряков на дальнем рейде Одесского порта. 12 членов экипажа, среди которых 8 украинцев, находятся на борту немореходного теплохода почти без провизии. Подробности в сюжете Екатерины Банковой. Уверяли, что зарплата будет по контракту выплачиваться в срок, чего не произошло. Так как мой муж, ну основной доход это была зарплата мужа, я работаю врачом семейным в поликлинике. И наождевение у нас 7-летняя дочь, и у него мать инвалид второй группы. То есть зарплата у меня 4,5 тысячи, и поэтому, конечно, средства ограничены. Муж Светланы Руслан Лисицын, капитан судна «Волжский-33». Плавсредство двигалось из Турции в Херсон. Но его состояние и сами моряки, а также эксперты, называют не мореходным. Вынуждены были остановиться. С конца июля в аварийном состоянии судно стояло на дальнем рейде Одесского порта. Чтобы зайти в порт, необходимо заплатить портовый сбор. Однако внести его некому. Судовладелец бросил 12 членов экипажа на произвол судьбы. Судовладелец от нас отказался. То есть у нас была компания-оператор, фара «Санфот», который находится в Ростове. Она сейчас, они ее переименовали «Волгодон», быстренько эту компанию. Потому что в этой компании очень много судебных, как говорится, исков. И она уходит от ответственности. Сейчас они от нас отказались. Они нам сказали, что мы к вам не принадлежим. То есть они нам дали телефон некой Валентины, которая вроде бы полномочна с удовлетворением. То есть это, как говорится, девушка на телефоне. Она сказала, что у нее только имейл-оператора. Тоже телефонов нам никаких не дают. Она пишет ей, не отвечает. Теперь на звонки не отвечает и посредник. Самостоятельно экипаж договорился, чтобы теплоход пустили на стоянку. Иначе надвигающийся шторм пустил бы судно ко дну. Судно находится в немореходном состоянии. То есть практически все системы не работают нормально. Надвигался шторм. Судно могло и экипаж этот шторм просто не пережить. Были проблемы с получением укрытия в порту. Но этот вопрос решился. Но оказалось, что это не самая главная проблема. На борту почти полностью отсутствуют продукты. Снабжение как судно, так и экипажа отвратительное. Юристы сейчас пытаются найти связь с работодателем. И помочь морякам.